А кто помогает вам воспитывать сына? Или вы не совсем справляетесь сама? Ну, конечно, совсем очень тяжело справиться с самой, поэтому, конечно, мои близкие родственники, мама, бабушка помогают мне в воспитании, как бы няни у нас пока что нет. А у вас есть вообще расписание? Расписание? Ну, конечно, какой-то режим присутствует, ну, понятно, что там не до каких-то там минут. Есть распределенный распорядок, как бы на неделю, да, мы ходим в бассейн обязательно три раза, как бы, ну, как, такое ежедневные прогулки, какие-то там, посещения, может, каких-то мероприятий, вот. Сейчас вот думаю, что будем ходить еще на английский детский. А сколько начинается наш сад? Начинается, ну, где-то, он начинается, конечно, в то время, когда проснется Саша, то где-то, ну, 7-8 часов утра. А на кого оставляете малыша, если нужно вот заняться своими делами? Ну, на маму, да. А они не теряются каких-то конфликтов? Ну, конечно, как бы, понятно, что родственникам, хоть хотя, как бы, не рекомендуют, чтобы родственники, как бы, ну, не помогали в воспитании, да, но я думаю, что пока что у нас не возникали таких каких-то серьезных конфликтов, пока что, а в дальнейшем, как бы, будет видно. Может быть, как бы, придется даже няню взять. А как вообще получается все успевать? Столько занятий? Ну, как-то уже привыкли, да, потому что спорт дисциплинирует, поэтому есть, ну, все, как бы, удивляются настолько вот в пунктуальности, как бы, и главное, что нигде не опаздывают даже раньше, поэтому, ну, я не знаю, это образ жизни такой уже. Здорово. Своя напорность стоит, и иногда, как бы, не то, что есть какие-то монеты, которые опасны, да, для жизни, там, или еще что-то, и, конечно, ему не нравится, когда его там откуда-то убирают, но, и, как бы, ну, и в то же время, вот, ребенок сам, как должен это, наверное, пройти, чтобы понять, что это опасно, потому что сколько ты ему не говори, нельзя-нельзя, все равно он свое сделает, убедится. Вот у нас один из месяцев, он открыл кулер, как бы, и обжег так руку, ну, не сильно, как бы, но все равно, как бы, конечно, уже подходит, показывает, уже не нажимает. Какие-то уже таланты проявляет? Ну, таланты, это, наверное, мне кажется, что у него уже так генетически заложено, это любовь к спорту, и вот все, что связано со спортом, он уже любит, это просто я уже сейчас вижу по нем. Ну, поэтому, ну, какие-то таланты, не знаю, как бы, будет видно в дальнейшем. Планируете, да, отдавать? Ну, как бы, ну, да, сейчас пока плаванием ходим, занимаемся, дальше видно будет. А вы занимаетесь бизнесом салантиком, благотворительным? Нет, мы давно не занимаемся. А вообще, что для вас благотворительное? Ну, как бы, конечно, есть какие-то проекты благотворительные, вот сейчас мы готовим на День Святого Николая тоже поездку, ну, вот, в детский дом готовим, как бы, подарки детям, дети пишут. Они пишут свои пожелания, и мы, как бы, исполняем их. А что вас вдохновляет, кажется, где ищете из-за чего? Вдохновляет, знаете, мне кажется, сама жизнь, это уже вдохновение. Родиться, быть, как бы, ну, жить, да, дышать воздухом, это уже счастье, вот это вдохновение. А где перечислила, вот тогда нет, а вот в спорте не надо? Нет, в спорте часто так было, знаете, когда не хотелось идти на тренировку или еще что-то делать. Ну, я не знаю, просто как-то привыкла по жизни. Потому что спорта, наверное, легче? Ну, да, уже настолько вот в спорте, как сказать, выработала, что надо, что в жизни уже, как бы, такого нет. Ну, как проводите с собой на тренировке? Ну, любим гулять, выезжать за город, как бы, встречаться с друзьями, ходить куда-то. Книжки все на читаете уже? Ну, сейчас он, да, полюбил очень, сам приносит, дает. Ну, пока больше так картинки разглядывает, пытаюсь читать, но еще пока что как-то, ну, и сосредотачивает внимание, но пока что, как бы, картинки смотрит. Вы считаете священным человеком? Да, счастливым.